Депутаты Магаданской областной думы Депутаты Магаданской области В 2002 году запланированы в размере 41,7 миллиарда рублей Расходы 44 миллиарда Доходная часть в целом во втором чтении увеличена на 3,5 миллиарда рублей Количество государственных программ Магаданской области по отношению к первому чтению сократилось на 20,6% Или на 7 госпрограмм И их количество составило 27 Расходы на реализацию госпрограмм региона составят в 2022 году около 42,5 миллиарда рублей Или 96,5% от общего объема расходов областного бюджета Дефицит областного бюджета на 2022 год составит 7,2% или 2,3 миллиарда Бюджет у нас высокодотационен, потому что основная часть доходов Она к нам поступает за счет налогооблагаемой собственной базы Но и очень значительная часть это та финпомощь, которая поступает из федерального бюджета Вот разница между доходами и расходами составляет дефицит бюджета Он составляет у нас 7,2% В соответствии с законом он может быть до 10% Как подчеркнул Сергей Абрамов, регион ожидает получения из Москвы до конца года дополнительных средств На выравнивание бюджетной обеспеченности Правительство Колымы работает над переводом ряда проектов Например, строительство спорткомплексов на федеральное финансирование Что также позволит сократить дефицит Ну прежде всего, надо сказать, что в этом году у нас бюджет как никогда То есть в Магаданской области достаточно довольно, будем говорить, высокие сборы идут налогов То есть это завязано, прежде всего, на работу экономики на территории Магаданской области Вводятся новые промышленные предприятия и, безусловно, это пополняет копилку То есть именно нашего бюджета То, что минус, это упала слишком цена на золото То есть если в начале сезона цена была 4600, рублей сейчас 400-4200 То есть среднестатическая цена по этому году отходит где-то порядка 4150-4200 То есть это говорит о чем? Если бы не было падения цен на золото, то дефицит бюджета был бы у нас значительно меньше Практически все парламентарии голосовали во втором чтении по бюджету «за» Но один голос был против Депутат от КПРФ Сергей Гончаренко прокомментировал вечернему Магадану Почему он вынужден был занять позицию против по региональному бюджету КПРФ не поддерживает существующую систему в стране финансовой системы Поэтому депутаты всех уровней при принятии бюджетов голосуют против Однако в представленном сегодня проекте бюджета Магаданской области Учено большинство вопросов, на которые из года в год мы обращаем внимание Это существенный объем средств направляется на социальную сферу Вкладывается в развитие образования, здравоохранение Повышается различный выбор населения И важно, что сделан упор на поддержку детей-сирот На дополнительный поступающий бюджет средств В первую очередь будут приобретации квартиры для этой категории За последнее время температура воздуха поднимается до плюсовой отметки И в то же время выпадают осадки Из-за этого на тротуарах и дорогах образовался лед На данный момент сотрудники комбината зеленого хозяйства ежедневно и без выходных Выходят на ликвидацию последствий С учетом того, что уже лед имеет большую крепость Особенно на лестницах Нами применяется следующая технология Для размягчения его применяется соль Обычная пищевая, не пищевая, а техническая соль Которую можно употреблять в пищу Ей производится размягчение льда И потом его, соответственно, удаление Для примера, работа по данной конкретной лестнице У двух человек заняла бы 25 минут Но с учетом этого льда, работы люди уже занимаются второй день Также специалисты очищают тротуары Сложность заключается в том, что они узкие И загнать тяжелую технику не получается Поэтому оставшийся лед выравнивают, обрабатывают специальными материалами Работать сотрудники организации будут до тех пор, пока не очистят город Рассказал Алексей Гаврилов За последние недели выпало много снега А температура воздуха поднимается до плюсовой Из-за этого на козырьках зданий и крышах образуются сосульки Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен Как правило, такая масса неоднородна по составу И содержит как рыхлый снег, так и куски слежавшегося льда Специалисты утверждают, чаще всего сосульки образуются над водостоками Поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны Их необходимо обходить стороной Если сосульки свисают с крыши вашего дома Необходимо обратиться в управляющую компанию Магаданскую молодежь приглашают поучаствовать в творческом форуме Возраст от 14 до 25 лет Цель форума – развитие и поддержка творчества молодежи Колымы Главными задачами является популяризация творчества Обмен опытом с целью профессионального роста Образовательная программа следующая Мастер-классы, дискуссионные клубы, творческие лаборатории Форум пройдет со 2 по 5 декабря 2021 года На базе ДЮЦ Северный Артек Подать заявку на участие можно на сайте АИС Молодежь России Какой самый необычный арт-объект страны? На сайте Art.tuturu проходит голосование, на котором Магаданскую область представляет композиция «Время» Тот самый мамонт на берегу бухты Нагаева Его установили в 2013 году Всего в конкурсе 85 участников В финал уже вышли объекты из Карелии, Якутии, Курской и Ростовской областей Республики Башкортостан Еще пять кандидатов на победу станут известны 24 января Проголосовать за свой регион можно на сайте tutuart.ru 22 января Победители объявят 25 января В этом году аномально теплая погода для Колымского ноября Несколько дней столбик термометра держался на нулевой температуре и не опускался ниже 10 градусов А на прошлой неделе несколько дней шел дождь Такой неплохой ноябрьский дождь Подобные климатические перепады могут пагубно сказаться не только на людях Как указывают охотоведы, это приводит к некоему негодованию и животный мир, в частности медведей Ведь именно в этот период они должны готовиться ко сну Легли ли в спячку хозяева тайги, планируют ли они это сделать в ближайшее время И сказалось ли на их планах аномально теплая погода Вечернему Магадану рассказал главный редактор русского охотничьего журнала Писатель, журналист, охотовед и просто человек, который знает все о медведях А они о нем Михаил Кречмар Значит смотрите Вообще медведи ложатся спать Тогда, когда наступает устойчивый минус И выпадает первый снег Первый устойчивый снег, который уже не тает Вот, в это время они уходят на берлоги Я вот не помню, я приезжал в начале ноября к вам Устойчивый минус у вас, конечно, уже был Я просто не уверен, что он долго продержался Если он продержался дней десять, то я думаю, что все легли Если был небольшой промежуток между устойчивым минусом и оттепелью То, в общем-то, конечно, какая-то часть медведей осталась гулять Надо быть очень внимательным Смотреть, что происходит на окраинах поселков Особенно возле помоек Не появляются ли следы Потому что именно в это время медведи могут быть наиболее опасны Устойчивый минус – это и минус 5 градусов Если медведь уснул при устойчивом минусе То внезапная оттепель его уже не разбудит Спать он будет до весны Даже если остались те, кто не уснул То у них еще есть шансы залечь в спячку Поэтому сейчас их называть шатунами еще рано Шатунами они станут примерно в начале декабря Но если аномально теплая погода продлится до конца декабря То медведи могут и вовсе не залечь в спячку Тогда либо они умрут голодной смертью Либо их перебьют братья-двуногие Практически каждый день синоптики прогнозируют нам очередной циклон Так какая же погода ожидает нас в эти выходные? Может быть, она будет снежной или она будет дождливой? Узнаем у жителей города прямо сейчас В субботу 20 ноября в Магадайзе Значительно облачность, температура воздуха ночью до минус 4, днем до минус 3 Ветер северо-восточный, порывы будут достигать 19 метров в секунду Влажность воздуха высокая до 70%, атмосферное давление в пределах нормы 752 мм В воскресенье 21 ноября в Магадане облачно с прояснениями Температура воздуха до минус 4 градусов Ветер северо-восточный, 10 метров в секунду Влажность воздуха комфортная до 70% Атмосферное давление в пределах нормы 753 мм Тут много асфальдов Продолжение следует... Продолжение следует...